МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такое ощущение, что человечество никогда не сможет отказаться от бумажных документов. Появление компьютеров, ноутбуков, планшетов и электронных книг как раз было направлено на то, чтобы свести большую часть обмена информацией к электронному виду. Но сегодня ситуация, как это ни удивительно, прямо противоположная. За последние 20 лет количество потребляемой бумаги выросло в 2,5 раза. И это понятно, но сегодня бумага остается наиболее привычным носителем информации. Так, для подготовки этого сюжета мы напечатали несколько десятков листов. Сценарии, схемы проезда, разрешение на технику и прочее-прочее. Есть однозначные данные, полученные Международной ассоциацией производителей печати и хранения изображений о том, что ежегодно потребности в печати увеличивается у более половины компаний, ведущих в хозяйственную деятельность. Сейчас более 80% информации организации хранят в бумажном виде. 5% затрат – это очень большие деньги для любой организации, большого и малого размера. Самым простым способом сэкономить деньги и позаботиться об экологии было бы сократить объемы печати. К сожалению, сегодня эта задача трудновыполнима. Но есть более простые способы, позволяющие на 30, а то и 40% снизить расходы на печать. Если задать вопрос руководителю любой организации, знает ли он во сколько обходится его фирме печать, он никогда не сможет точно ответить на этот вопрос. Это связано с тем, что стоимость печати складывается не только из стоимости расходных материалов и бумаги. Она также складывается из стоимости обслуживания техники, стоимости самой техники, а также косвенных затрат, понесенных из-за простой техники и часто некачественной печати. Кроме того, во многих организациях есть избыточные принтеры МФУ, на обслуживание и работу которых организации тратят лишние деньги. Понятно, что самостоятельно оптимизировать затраты на печать большинству компаний довольно тяжело. Поэтому мы создали довольно простое решение, которое позволяет фактически любой компании сэкономить от 30 до 40% расходов на печать. Суть заключается в том, что клиент фактически платит только за напечатанные страницы. А всю работу, связанную с обслуживанием ремонта и техники, мы берем на себя. Новая услуга XCOM имеет название PRAS – Printing as a Service. Название образовано аналогично уже имеющимся на рынке услугам – Software as a Service, Infrastructure as a Service и Platform as a Service. Но это все программы, основанные на облачных технологиях, а PRAS – принципиально не облачная. В двух словах о программе PRAS. Мы совместно с клиентом проводим аудит всего парка печатной техники. Договариваемся о внесенных в этот парк изменениях. То есть обычно это либо перераспределение нагрузок печати, либо закупка нового оборудования. В отдельных случаях это может быть аренда всей печатной техники у нашей компании. И в дальнейшем клиенту необходимо заботиться только о наличии бумаги в своем офисе. Все затраты, связанные с картриджами, с заменой запчастей, с ремонтом и с техническим обслуживанием, мы берем на себя, и это бесплатно. Стоит подчеркнуть, что новая услуга Printing as a Service несет сразу целый ряд преимуществ. Во-первых, клиентам не нужно думать о закупке и замене картриджей. Об этом позаботится XCOM, причем сделает это абсолютно бесплатно. Во-вторых, потери компании из-за поломки печатной техники практически сводятся к нулю. Специалисты XCOM постоянно контролируют состояние техники, точно по регламенту проводят техобслуживание. А если вдруг что-то сломается, то клиенту не понадобится самому ввести принтер в сервис-центр. Инженеры XCOM либо отремонтируют технику на месте, а если нет такой возможности, отвезут в свой сервис-центр, где ремонт осуществляется без очереди. Если поломка серьезная, то на время ремонта предоставляется техника на подмену. Первым делом программу Printing as a Service внедрили в собственном интернет-магазине XCOM Shop. Как можно догадаться, объем печати документов в интернет-магазине довольно большой. Но с тех пор, как мы перешли на работу с XCOM по программе PROAS, мы, во-первых, избавились от проблем с обслуживанием техники, и, во-вторых, получили довольно значительный экономический эффект. Ну, так вот, например, в этом году порядка 300 тысяч рублей составит экономия. В зависимости от того, надо ли менять старый парк техники на новый, какое количество единиц техники будет заменено, в зависимости от планируемых нагрузок на печать, формируется стоимость одного отпечатка. Обычно эта стоимость составляет от 30 до 80 копеек. Также есть отдельная программа от компании Hewlett Packard для тех клиентов, кто использует технику исключительно HP. Это программа с постраничной оплатой печати. Безусловно, возможность экономить на печати почти половину стоимости – это прекрасно. Но, если честно, лучше все-таки подходить к этому процессу разумно и не печатать что-то только для того, чтобы через полчаса выкинуть в мусорную корзину. Субтитры создавал DimaTorzok